Как вы делаете канал? Абудамас – это образ, собирательный образ всех негативных высказываний. Вы знаете, что он был? Вы знаете, что он был виноват? А у него нет. Я не знаю, что он был виноват. Я не знаю, что он был виноват, потому что он был виноват. Да, да, да. Мы говорим, что он был близко, но это было бы, это было бы. Это обжимает трансмиссия. Вы думаете, что от окружающих, наиболее из-за ее детей может быть? Да, да. Это выяснилось. Да, да, да. Это о нем, это, конечно, это так… Да, да. Если в этом году у них есть время, то там для людей нужно сделать его с помощью. wow, там у нас очень сложные в видео, они есть с рекламой. что в том же время я играю, аниматёр, у меня в туалет, в шоу, в магазине объекты. что вы говорите? и потому что мы просто играли. как ты смеешь игровую игру? да заговор, а если ты гуглишь, я это не гуглю. что ты когда слишком близко начинаешь к себе подносить подписчиков он завтра начинает он начинает раструхтать такие слухи потом слушает дамуна серьезно арбур инзам карачин айатта Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, максимум, что как бы я делал, мы играли в прятки, мы играли в стрелялки, в вампиры мы играли в футбол, то есть все было дефолтное, ну никаких там, чтобы пойти против другого района, драться, там какие-то там ищем, ищем, нет, я от такого был очень далек, то есть были ребята, которых я знал, и которые постоянно руки чешутся, такие были, то есть оттуда как бы это у меня все в памяти запечатлялось, и в школе тоже, и в колледже тоже, вот колледж это вообще отдельная тема, в заме колледжа МСД общий где-то крактогруппы делали, уштой курс крактогруппа, уши крактогруппа дам, пока это европоток, нам уши хитастан битта сток яма, простите, хитастан битта сток яма, и остальные все 38 потоков, из них где-то, ну где-то 8 ташкентские, остальные не очень, ну то есть чуныши лючун, харпуны, эрталя, линейка, гимн, вот эти все дела по дефолту, и сразуичка, сходу, вот сходу, вот вы позавчера дрались, чуваки, вот это все, повод для драки, нужен, вот какой нужен повод для драки, просто два чувака проходят, ну, на встрече там, и все, пошло, поехало, с этого толпа, с этого толпа, один раз был такой случай, приехал чувак, он прям, его там толпой отпинали, и он разозлился, поехал домой, взял отцовскую машину, Нексию, а там, ну вот, узкая была улица, он прям в эту узкую улицу, въехал, короче, вот так вот на Нексии, пацану 16 лет, я не знаю, откуда он взял машину, он прям въехал в эту улицу, пять девочек вот так вот, у меня прям в глазах, на сломо, вот так вот, пять девочек вот так вот взлетают, он прям вот проехался по ним, и потом вышел, Кен нахуй, Кен, Кен нахуй, на него сразу налетели, там, подпиздили, долбоеб, что ли, здесь, ну, помимо тех, кто тебе навредил, есть еще другие люди, то есть, ну, просто вот так вот проехал, ну, слава богу, ни с кем ничего не произошло, но в целом, вот этот вот героический, так скажем, поступок, я не знаю, откуда это все берется, вот, я не понимаю, у меня вот детство тоже иногда проходило, район называется, его все называют штаб, там живут, ну, родственники с маминой стороны, и там вот жили прям самые коренные, настоящие узбеки, то есть, прям с самого детства кураж, а я такой, с центра приехал, на, кураж, там, мантык в одну гиборги, огня, мантык туда сюда, о, бух, все, я лежу, не, 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 давай еще бух, короче пацаны без хейтов, без негатива, без агрессии, кураж, кураж, все окей, пойдем, оп, прогиб, прогиб, то есть, я думаю, все окей, вот, ну, вот эти все драги... Ну, вот эти все драги, вот нормальные, Когда мы тебя знакомы, то перед нами постоянно рвангой. Например, когда мы говорим, сейчас какkes трубы, когда мы не знаем, какие-то кучащие у Geraldine, то они справляются с декой, когда мы говорим, что только để мы понимаем. Но никогда не знаю чем тут, но и детьме нет, и в чем мы говорим, что мы говорим, Но... Кто-то в этих виноватхах? Да, массовая информация была в том, что мы видим. Инстаграм. Инстаграм, кто интересен контент? Бразовцы. Бразовцы. Немного лайка, коммента, именем. Да, но мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы в этом году. Это самый легкий способ чтобы прославиться. Как они думают, это миллионер. На этом не думает. Адам науэли, у него там, ртгэн инстаграммда там миллион тэ патпишки. Болды, хайоп пиздет. Ни хуя нэ пиздет. Вайнер-лайнкоршина ка бомады му? Вайнер-лайнкоршина каолык? 500,000,000,000,000,000 иыгдет Ростан бойбок кетті. И улайнкоршина клааманды, бойлетті да? Ну, канхас кей бойбок кетті. Уны ищедгігі строку ас. Блежмий де був. Блежмий де білеж чон. Абсолютно. less, чуть-чуть. Каким, все больше, может быть, математик, битта реклама. Вот, пиздец, миллион долларов берем корм. Мы думали, что мы будем сидеть на рынке, условно, утрально говорить. И то, и то, и то, и то, и то, и то, и то. Я к тому, что не бывает ничего простого. Я вообще изначально занимался танцами, уличные танцы, ходил, выступал туда-сюда. И что-то понравилось сниматься. Но у меня харизма какая-то есть. Особенно в танце это заметил. У тебя есть харизма. Тебе надо попробовать в актерской сфере поделиться. Тем более ты там какие-то шуточки кидаешь. Ты смешной туда-сюда, маленькие буиныки. Каждый человек из Бринчу. Бринчу? Да. Ничего такого не было. Именно воин не было. Это был круглый шок. Мы поздравили Джонетке. Мы с Телеграмм-каналом. Мы с Тричьей Требда Игрима Бешми или Минсунге. Мы поздравили Джонетке. И Григорье об этом. Мы с Телеграмм-каналом. Мы с Телеграмм-каналом, они тоже из Амбирьи. Но мы с Телеграмм-каналом. Но мы с Телеграмм-каналом с Телеграмм. Просто в машине вот так круто едешь И все, есть роль Или там стоишь Ты друг главного героя Ну такие, короче, роли, очень сложные И оттуда Тимур Романшиков Привет, кстати, Тимур Романшиков Я тебя очень сильно люблю Поэтому не уебывайся Тимур Романшиков кидает объявление Очень простое, очень короткое объявление Нужны корейцы Корейцы? Я ему отправляю фото В то время был популярен этот японец, который делал танец Пи-пи-эпи А, да-да-да Эпи-тэн Я вот эту картинку скачивал, ему скинули Он говорит, все, ты пойдешь Я говорю, чувак, это не ем Он говорит, мне похуй Да, он говорит, все, завтра Самаркан-Дораза приезжай Я говорю, окей А роль как? Он говорит, пиджак, рубашку возьми, все, короче Я говорю, ладно, пусть с ним И приезжаю в Самаркан-Доразу Следующий день, прямо около Самаркан-Доразы Есть вот эти маленькие фонтанчики И я там сижу, я их увидел По фото, по подарке посмотрел, узнал Их там 3-4 человека сидят И я рядом подсел, вот так вот сижу с пиджаком И они сидят, что-то ждут А я сижу молчу там, не знаю, в телефоне ковыряюсь Где-то вот минут сорок мы там сидим И в конце Аманшиков говорит, бля, где этот гондон? Я говорю, а ты про кого он? Да, мне чувак должен был приехать на съемках Я говорю, а кто это? А там я, короче Я говорю, чувак, так это я Бля, а ты че здесь? Я говорю, а так вот и corazón А я говорю, что мне нужно было Сейчас мне нужно было интеграции Интеграции? Мы разницы Плюс-ка с чердком Кюле мы не хорошо это плюс без проблем нет, да? нет, да? нет, нет, нет зук 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 может быть она -нет? нет, нет кто знает, может 5. да, были образования чтобы сказать, в этом не могу Прежде, чем я продолжу, я хочу искренне извиниться перед всеми, кто смотрит этот подкаст за отвратительный звук, который был до этого. У нас просто замкнул свет. Устройство, которое записывало звук, оно отказалось это все воспроизводить. Поэтому до этого звук был из наших замечательных камер. Сейчас, надеюсь, сбоев не будет. Звук будет хороший, вот как сейчас, надеюсь. И продолжим. И вот они говорят, блядь, где это гандон? Я говорю, типа, про кого? Они показывают мой профиль. Я говорю, ну вот, это же я, аватарка там моя. Такие, короче. Ну, все, пойдем снимать. Мы поднимаемся на парковку Самаркандар Вазы. А в то время там была типа интеграция. В конце каждого боксера мы вставляли их логотип. Там спасибо, массиво, там туда-сюда. И там должна была быть роль помощников вот этого мафиозника. Еще пришли два корейца. Они надели просто белые рубашки и вот такие подтяжки, ну, типа, кабурана называется, по-моему. Не знаю. Ну, пистолет куда вставили. Вот, они вот это надели, а я просто надел свой оранжевый пиджак, который я взял у друга. Друг жил в квартире своего деда. Короче, это рубашка дедушки моего друга. Ну, это прям топовая рубашка во всех боксерах, где я играю роль мафиозника. Вот эта оранжевая рубашка, она легендарная. И качество классное. Я его надел, надел очки, пролезался, надел пиджак. Тимур Романшиков увидел, охуел, говорю, все, ты теперь, короче, типа, глава мафии. И в этот же момент у них полностью сценарий поменялся. Они полностью все переиграли. Это вот самый первый боксер, где я снялся. И после этого вот он начал меня чаще звать. Я тогда в основном занимался танцами. Особо нигде не снимался, особо там, ну, не было никакого интереса. Чисто попросов. Ни тинь тинь бу? Бу адашмасам 2017-й иллэр. Танцы. 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 Танцы сока бору мим? Бугаам мим? Типа. Да, да, конечно. Концерт ладам? Концерт ладам? Танцы. Да, я выступаю. Той, мороз, мороз. И не ты. И не ты. Да, я танцую. Да, я танцую. Ну, благо я танцевал нормальные танцы. Не такие, которые чуть позорят. Начинал я стектонику. Это был хитбоп. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да, в 2013 году я уже был кристалл. В 1910 году я был в спешке. Я был в пыше, но я был в пыше. Пока я был в шоу аркала. Я был в шоу аркала и был в шоу, а я был в шоу. Я был в шоу, и я был в шоу, и я был в шоу. Мы уже танцевали эстрадные танцы, то, что канает всем людям. Но там тогда хореограф и руководитель сказала, ты типа со своим тектоником иди нахуй, короче. Нормально учи, хотя бы там, не знаю. Если ты любишь уличные танцы, выбери хип-хоп. Хип-хоп это более базовое. То есть то, что можно научиться и раскачаться. Я такой нахуй со своим мнением. Я хочу и буду дальше, короче. Я вот прям болел. Вот где-то три-четыре года я танцевал тектоник. Толку ноль. Баттлов почти не было. Ну, были. Ну, там я в основном либо проигрывал, либо выигрывал. Либо первые места, либо вообще в ноль, короче, проигрывал. Потому что где я выигрывал, там было пять-шесть участников. Один был баттл. Это было на сквере. Первый круг. Я попадаюсь против пацана. У него гипс на ноги. Он стоит, короче, на костылях. Один костыль вот так вот подставляет. И второй рукой что-то через костыль. Потом он скинул костыли и упал в конце. Ну, я постарался. Да, если бы я проиграл, я бы здесь не сидел. А зачем? Второй круг. Вот такая маленькая девочка. Ей лет пять. И она просто вот так вот что-то там делает, делает. Зрители такие, о-о-о, слава богу. Это точно нормально движется. Да, движется. И, ну, аудитория. Ну, короче, зрители говорят, о, девочка, классно, мило. А судья говорит, да, классно, мило. Ну, извините, пацан показал танец, короче. Ну, объективное было мнение. И в финале я попадаюсь против друга, который меня всему этому научил. Вот. И он меня научил, но при этом как бы я его выиграю. Потому что, ну, я думал, что я больше тренируюсь и так далее. Но оказалось, что как бы его здоровье уже как бы не позволяло танцевать. Ну, он ради меня вышел. И как бы мы дошли до финала. И я его выиграл. И, ну, не знаю, об этом можно говорить или нет. Ну, где-то через восемь месяцев он скончался, короче. И, ну, был момент. Вы можете это выразить и так далее. Ну, как бы я поделюсь. У меня рядом с домом был, короче, небольшой такой огород. Там был гараж. И машина, короче, отцовская стояла. Я туда подключал диск и все вот эти текстонистские песни. И до ночи тренировался, тренировался. И один раз он возвращается, видит меня. Говорит, о, классно, тренируешься туда-сюда. Я говорю, да, вот. Он подходит, жмет руку, говорит, обещай, что ты, ну, как-то, ну, прославишься в плане танцев. Ну, обещай, что вот то, что я тебя научил, это все не зря, короче. Я такой, ну, что ты мозги идешь, короче. Все нормально, говорю, обещай, говорю, вкуснее. Ну, и через пару часов иду домой, ложусь спать. Тогда домашний телефон, сотовых не было, ничего такого. И его домашний телефон звонит. Я только беру трубку, хочу, типа, обматерить, что ты мне в час ночи звонишь. А там его мама, вот, звонит. У тебя были генды? Да, он знал. Короче, у него вот были проблемы со здоровьем. Ну, по нему вообще не скажешь. Он всегда такой жизнерадостный ходил и так далее. Ну, это был такой самый близкий, один из самых близких моих друзей детства. Это прям для меня первое время была травма, а потом уже, наоборот, мотивация, короче. Типа, ты мне это дал, значит, я это должен. И в танцах, как бы, я не скажу, что прям каких-то супер высот добился, но для себя у меня были некие поинты, которые я себе ставил. Один из этих поинтов — это попасть в команду к Сергею Злотникову. Сергей Злотников — это как бы основатель школы «Злотников дэнс-центр». Это самая большая школа по современным танцам, можно сказать, в Узбекистане. То есть он очень крутой, он танцует довольно-таки давно. Но я у него почти не учился. Я попал к нему через-через-через. Я вначале там на одно выступление выскочил, потом на другое, потом на баттлы и так далее. И он меня начал замечать, но я сам понимал, что мой уровень до уровня его школы — это вот прям небо и земля. Мне было уже физически поздно, чтобы это все догонять. Ну я так думал. И он меня приглашает, говорит, вот я хочу, чтобы ты был в нашей команде, чтобы ты там среди нас был. Я говорю, ну я с радостью, но мне кажется, мой уровень далек как бы до вашего уровня. Да нет, говорит, почему ты так говоришь? Ну я занимался до этого тоже хип-хопом в другой школе, школа Funky Sketchers. Я занимался там долгое время, и там были тоже много побед, много успехов и так далее. Но через некоторое время я вообще полностью забросил танцы, то есть ушел. Ну именно кому-то ходить, тренироваться, именно прям заниматься, я этим перестал. Я больше начал преподавать, я преподал в основном детям, в нескольких танцевальных школах, в каких-то кружках и так далее. Ну мне очень нравилось работать с детьми, и все педагоги тоже говорили, вот дети тебя любят, ну не знаю. С подростками было сложнее. Узбеки? Да, были, были. Узбеки? Они были, узбеки? На что? Узбеки изобразили нету, просто я думаю, мы стереотипно думали, что люди спрашивают, это какой-то использованный для вас. Я скажу, что вы не думали, что не купил ли это? Я говорю, что я не знаю, что вот эти люди, ставили из pueblo из covenant. Узбеки изобразили, что надо купить этот офис. Это не знаю. Именно в уличном направлении, там денег нет. Там вот чисто вот заплатили абонемент, из этого абонемента получил процент и все. А у меня было три-четыре такие школы, ну более-менее. Но все равно я ездил на транспорте, такси это для меня была роскошь, я еще жил в Кибрае, ну не совсем Кибрае, там набережная, поселок Лукбек. Я оттуда съехал, но это родительский дом. Я вообще родился и вырос на Паркенском, потом мы там квартиру продали и переехали на участок. — Ташкен Леге. — Да, да, да. — Ташкен Леге. — Ташкен Леге. — Алтенчерадо. — Вот, и в целом вот именно карьера танцора у меня вот начала прям очень сильно буститься, когда я попал вот в команду Сергея Злотникова. Я попал в команду Double Touch, мы там начали выступать во всяких мероприятиях, сниматься в клипах, концертах и так далее. Здесь был заработок и нормальный. То есть для среднестатистического танцора это хорошие деньги, особенно в сезон, Новый год, там в день 2-3 точки и так далее. Конкретную цифру называть не буду, ну нормально. Чтобы там выступил и так далее, чтобы вечером пойти где-то тусануть и так далее — окей. Но копить танцоры не умеют. Не все, но большинство танцоров копить не умеют, потому что кайп масс. Вот именно кайп масс. У нас свой кайф — это шмотки. Кроссы, шмотки и строго оригинал. Если ты пришел не в оригах, ты чмошник, короче. Ну это так, по приколу, конечно же, но я к этому стремился очень долгое время, но все равно мы все одевались у Бабура. Бабураке — это вот, у него до сих пор есть магазин на Кадышева, и он такие стайловые вещи привозил с Вьетнама, с Таиланда, с Китая. И они как были под оригинал, но смотрелись тоже стилево. Да, были чуваки, которые там, ну, тоже тусили вместе, зарабатывали в принципе одинаково, они как-то умудряли заказываться с Амазона. Для меня 85 баксов за Суиды, я говорил, ты долбоеб, что ли, 150 тысяч, вот Бабураке, нахуй надо. Не-не, оригинал, ты поймешь, то есть... Да, вот тогда я, типа, хотел, ну, как бы не мог позволить, типа, ну, нахуй надо, блядь, 85 баксов, я, блядь, месяц буду жить на эти бабки, да? Ну, сейчас, слава богу, я могу в любой магазин зайти, что понравится взять, ну, мне сейчас мало что нравится, если честно. Типа, оригинал я могу себе позволить. Можно я повъебываюсь тоже, да? Конечно, блядь. Шутка, шутка. И во время этого у меня загорелось желание поехать куда-то за границу, как танцор, и там поработать. Было очень много танцоров, именно в моём уличном направлении, которые ездили в Корею, в Китай и так далее, на контракты. Приезжаешь в парк, там, во всяких костюмах, танцуешь танцы, короче, но там был очень строгий критерий, это рост и внешность. У меня ни того, ни другого, поэтому меня никуда не брали вообще, типа, я там старался, что-то костюмы придумывал, какие-то номера, туда-сюда, а там вот с такими рожами сидят. Ну, так, короче. А заходит просто высокий чувак, светлый, и там... О-о-о, всё, ты нам подходит. Сериотипный бизнес. Это не стереотип, это требование. Потому что вот ты прикинь, меня берут условно в Корею, и вот идёт вот, грубо говоря, ну, там у них есть парад, или любое шоу. Любое шоу, все танцуют светлые, туда-сюда, и там какого-то хуя я. Ну, это же так себе. Ну, это же так себе. Но спустя некоторое время мне удаётся попасть в Китай на три месяца как танцору. С моим ростом, своей внешностью. Каким-то образом я туда попадаю. И потом мы прилетели в Китай с девочками. Ну, я поехал, если честно, за счёт девочек. Я должен был поехать, у нас должно было быть два пацана и восемь девочек. В итоге пацан, и одна девочка, она слетела, нас осталось чуть-чуть меньше. И мы приезжаем, и китайцы на нас смотрят, ну, вот такие, короче, разные. Там одна метр девяносто, другая полтора и так далее. То есть одинакового ничего нету в нас. Особенно во мне там. И в итоге начальство парка говорит, устроим кастинг, короче, посмотрим, кто из вас на что способен. Я специально приберёг сил, говорю, вот девочки, сами станцуйте. Там одна из них там что-то арабские потанцевала, вторая там что-то супер, какой-то контент туда-сюда. Они вот с такими лицами сидят. А я знаю, на что надо давить. Я включил Бруно Марс, станцевал, паппинг, лицом чуть-чуть поиграл. Они такие, классно, всё, ты остаёшься, короче. То есть я затащил харизмой. Им уже стало пофигу, они смирились, и у них основной состав танцоров было тоже китайцы. То есть я с ними слился, и у них харяги были вообще несложные. Ну, для них это было прям капец как сложно. Ну, через что я прошёл, и то, что они здесь преподают, ну, просто полная фигня. То есть в харяги, которые мы условно танцевали у Злотникова, ну, там был вкус, там был стиль. А там просто... Там главная фраза главного хореографа парка, там было соло-соло-секс, соло-секс. Это означает, что либо один парень, либо одна девчонка должна танцевать одна и сексуально, короче. Это у нас такой пошёл прикол, соло-секс, соло-секс, короче. И отработали, предложили остаться дальше, каким-то хером я отказался, не знаю почему. Ну, в следующем году я опять захотел поехать, одобрили в парк, ну, из-за того, что вот если ты один раз поехал в парк, и у этого парка хорошие отзывы о тебе, то тебя в другой тоже возьмут. Пофигу, как ты выглядишь, что ты из себя представляешь и так далее. То есть у меня было портфолио, я его отправил, меня одобрили, и взяли билет на 20 марта 2020 года. О-о-о, унол-тынче мартку, ну, пиздец. Мега святой тучка ган, инчин. Я конкретный вот неудачник в плане вот таких вещей. Какие-то розыгрыши, какие-то лотереи, просто вот, если вы хорошенько увидите, вот здесь у меня лох написано. В этом плане мне вообще не везет. Мне везет, если я ебашу. Это вот я в себе убедился, если я вот над чем-то прям плотно начинаю работать, и если я это делаю с кайфом и с любовью, вот в плане вот текущей работы, это вот начинает мне приносить, во-первых, моральное удовольствие, во-вторых, ну, естественно, финансовое. То есть я сейчас уперся в свою работу основную, я там работаю, и вот... Охрегите, да, больше. Да. Бояги, калантин, бу, бор, ме, хоган, масалазын, ем-он, чу-наманда, ма, короче, Кыргызстонге кетшим керек бугян, да, бироге, и, ма, типа, датар журналистика еды, юналисты, шабуыча ухушим кереки, ау, юрге, Нью-Йорк Таймс-дан, яна, там, там, Загардон-дан, журналистика келеб, утшкера кетэбзэгей дарсланды, бир айдабоундады, бир айдабоундады, и рассоу гетгян, атуэм буб гетгян, кейн, 2021-йл майдэ, улай хаят кегиб, чу-кунд бзыгэ, типа, намаку ген, люкс. Ну, это прям фраза, «Хаяттая кайф клаш клеить». А вы за это платили? Нет. Нет. Но на самом деле профессионализм. Карантин был жестким. Я не бросил танцы. Во время карантина у нас была группа. Направление, которой я занимаюсь, это паппинг. Что-то похожее на роботское. Последнее время я этим стилем плотно начал заниматься. Мне это больше всего по душе. Я очень много стилей перепробовал. У нас была группа, мы начали заниматься онлайн. Наш основной преподаватель улетел в Европу. Но все равно с нами онлайн занимался. И во время карантина я начал смотреть Антона Лапенко. Мне это вставило. Я решил попробовать то же самое на свой Android. Тогда появился первый образ. Это был Джисмон Джон. То есть я начал придумывать образы. И давать им имена, которых не существует. Потому что завтра чьё-то имя ты придумал. Сказал. Потом все вот эти... Потом все вот эти бейкзотоке начнут тебя хуесосить. Поэтому я начал придумывать, ну, давать такие имена, которые связаны с тем, что он делает. Вот Джисмон Джон это был спортсмен. Джисмон, Джисмон и Тарби. А я оттуда как бы всё это пущу. Каналом карантин да очень ямдунда? Мысли хреба? Йоп, ёп. Канал Кими егерманчи елде сентябр да очень ям. Я его... Ну, не такой жёсткий. А, да, да. Вот вначале мы прям сидели дома, когда... Вот тогда я снимал вот эту всю херню. А потом... Мы как бы... По-моему, ещё до карантина мы сняли этот... Пошёл Тааки. То, что первый раз, когда появился Абудамас, это было в Пошёл Тааки. Ну, оттуда как бы... Мы просто решили какой-то добавить образ и сказал... Вот это вся идея вообще Тимура Маншикова. Вот основатель... Одного из основателей Поксер ТВ. Он говорит, давай ты вот такой образ сыграешь, как тебе. Я говорю, ну, чувак, я ХЗ. Ну, типа я сейчас вот играю вот в серьёзного такого мафиозника. Здесь всё классно. Ты хочешь это всё к хуям обрубить, что ли? Я говорю, ну ладно, окей, короче, без проблем. И отсняли... Вот тоже вот этот отрывок заверутился. Это всё, я бы назвал такой собирательный образ. Как вот мы недавно сидели обсуждали Сухроп Шадманов. Вот все, кто не знал, Гопаракя Сухроп Шадманов. Мы с ним учились вместе в одном колледже. То есть я его знаю очень давно. И вот как-то у нас вот столкновение такое произошло, что мы начали как вот в одном проекте вместе сниматься и так далее. Вот он недавно сказал, что вот Абудамас – это образ, собирательный образ всех вот негативных вот этих всех высказываний. Собирательный... Ну, если прям цитировать его фразу, это собирательный образ всех грехов наших, так скажем. Да, 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 да. В начале я это всё делал так приколы ради, узму чун там... Руссказы чун клинган, башды до болягандым. Бринч корган вақытларым, бринч генплановым. А суслан руссказы чун до болярдым. Да, уже телеграм-каналдан олдым. Аш-маш образы пайдобу гендам. Узму чун клинган. Но именно ман образларым да я не хотел, чтобы там вот эти были именно плохие. Я хотел, чтобы это было весело, но про определённую черту наших людей. Узбеков, так скажем, да? Понятки азы, короче. Да, кто-то любит прям торговаться, кто-то любит за бизнес шарить, кто-то любит спортом заниматься, кто-то любит там девочек кадрить там. На каждого я нашёл и придумал свой какой-то образ и начал брать их какие-то коронные какие-то замашки. Урабейк, он такой. Как общаются наши вот эти лавеласы? Все слова загладывают. Постоянно в очках и постоянно волосы. Я забыл, что... Мамнака? Да, вот. Мамнака это уже вор. А вот именно без рук, именно вот так вот волосы это делают вот красавчики. Ещё один образ Соккотоп это вот бизнесмен. Он такой... Ну, такой при делах. Ещё он, ты можешь сказать, короче, что бой... Да, 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 он втирает. А Джисмон Джонс, спортсмен, он такой, он особо умеет разговаривать, но не хочет, понимаете? Ну, такой, короче, образ. И я начал это делать чисто по приколу, и самый первый, кто меня тогда поддержал, это был Конста. Он тогда вот только-только что-то начинал именно в Инстаграме что-то делать, ему это тоже вкатило. Он говорил, давай-давай, делай. Качество было очень плохое, монтаж я вообще не умел делать, как будто сейчас умею делать. Вот, и всё это как-то вот по приколу начало что-то залетать. И в первую интеграцию меня пропихнули в рекламу Vogue. Там я играл, короче, таксиста. И вот там вот этот ролик тоже нормально так разлетелся. Он сидит, в жару ждёт и начинает там материться, в общем. И вот недавно мы опять этот образ решили восстановить. И вот скоро увидите ролик. Может быть он уже вышел пока этот подкаст. Да, да. И как бы как это всё пришло именно к «Однажды в Ташкенте» мы начали думать. У нас были какие-то свои правдивые истории. Вообще мы начали шарить, ну, анализировать шоу-бизнес. Тогда я вообще был очень далёк от шоу-бизнеса. Ну, как сейчас, ну, по сравнению с тем, что сейчас. Тогда в шоу-бизнесе я чисто снимался в клипах и жаловался на это. Потому что нам платили хуйню, по-моему, короче. Вот. Ну, мы так думали, оказывается. Ну, я сейчас только догоняю. Мы тогда вот были обычные танцоры, и мы жаловались, почему нам так мало платят. Сейчас я понимаю, а с какого хуя тебе, сука, должны много платить? Почему вот звезда, вот да, он зарабатывает бабки? Потому что, сука, он работает. Ты пришёл, ебалом немножко посветил, руками чуть-чуть повертел. Почему тебе должны платить много? Чувак, объясни. Ладно, если ты там какой-то крутой, да. Ну, не снимайтесь тогда. Элементарно. Отказывайтесь, не снимайтесь. Как будто если заставляет, тогда окей. Ну, в целом, сейчас это до меня дошло. Раньше. Раньше, да, вот раньше, да, я тоже возмущался, но в какой-то момент я тоже начал чуть-чуть задирать ценник. Кто-то начал с этим соглашаться, кому-то это не подходило. Кто-то говорил, это что? Я говорю, да, да, нет, нет. Типа, хотите работать, хотите, нет. Типа, ну, одно время у меня было какое-то вот, ну, такое вот мизерное такое имя. Типа, ко мне очень часто обращались. Вот мы снимаем клип, вот нам нужны танцоры. И я вот отправлял ребят, отправлял фотографии. То есть я еще занимался параллельно, ну, кастингом. Ну, в плане танцов. Онлайн, типа, для них. Да, да. Ну, и сам тоже приезжал на съемки и как бы все это контролировал. Но, в основном, во многих съемках ты, когда особенно привозишь девушек, там сразу начинает... Все, вот, уробейки включаются. Да, да, да. Хотя это, блядь, актрисы. Они пришли, сука, сниматься в клипе у звезды. Но самое смешное то, что к ним подкатывают техники. Ильяр? Ильяр это охуительный техник. Я вот так... Он не будет подкатывать. Ну, да. К нему подкатывает. Да, к нему подкатывает. Ну, в целом, типа, чел, блядь, иди свет держи, блядь. Не знаю, ты что-то там занимайся. Ты куда-то не привезли. Ты... Хама не видит, если не видит, что не видит. Да, но это всех не касается. Хама не касается. Хама не говорит, что очень близко о умеете. Но, конечно, это в целом, не может быть. Да. Это у нас очень сильное движение. Это вообще не надо. В целом, если он не видит, что, если вы красавчику, то он может уйти где-то сниматься. Может быть. начнется по-любому процент мировоззрение чудо ну в общем это вкатило мне понравилось но я не знал что это будут очень плохие последствия ну не прям такие ужасные последствия но последствия которые немножко мне не нравились то есть мне не понравилось то что ко мне не относились как именно к актеру то есть я даже выпустил ролик где играл такую драма роль там про чувака глухонемого мы участвовали в одном конкурсе это выпустили люди на меня посмотрели с другой стороны и все один вот вот элементарно сегодня я пришел один офис там сидит охранник и сотрудница с кем я работаю вы что оба дамаск говорит а это большая крупная компания типа они знают чем я занимаюсь до сюда я говорю ну это образ говорю а там этот охранник я говорю образ ну типа он нормально отнесся я говорю типа увидел сериал туда-сюда и игру все классно типа но я такой естественно не очень люблю вот почему вот рустам рептилоид отовсюду ушел вот как пример он рассказывал то что он это все в рот гибал вот на самом деле к нему подходит вот эти все приколы на него же кидает но не воспринимает его как ну обычного человека как актера как исполнителя как творческую личность вот завтра допустим вы на улице встретили джонни депп вы же не подойдете не скажете а капитан воробей скажете а какого хуя вот нету к нам такого отношения нам чё блять не знаю в каких-то огромных фильмах для вас снятся чтобы вы начали к нам относиться вы для вас мы для вас так и так делаем контент а если мы будем играть сами себя вы скажете да ну какая-то залупа блять нахуй про себя башка тома наоборот ман улеван наоборот бону узге якан огорген чунд дур иноман сезда урнезе узум койб корван ямах амма уздам уткан узы билет но ман тасаурумде одамле типа сезда узге якан олыб и яхшкорген нан типа бобрыз яхшкорген манан типа сез фильм да тску упрадлажение хохлоурады чу образ декина и типа когда человек одам келеп искренне хочет вот это сказать я это чувствую я это вижу а вот когда издеваются и прям хотят вот этого когда провоцирует на это я показываю чувак я адекватный я нормальный я могу въебать если чё да ну не могу конечно же там сразу но в целом типа брат я актер я старался для тебя чтоб ты посмеялся и сказал блин классно отыграл классный роль классный образ бля вот простите ну чуть подгорел но как бы еще есть куда расти ба ма сэллэн курген нэн дэ в амнака тема дэ бляд дэйма орорады тема лэ гэплэ тхэпкэ ту рэшэ дэма панч лэ булет гэ нарсэ лэ буйчэ и и одамлэн характэры узын тучудаге дакшат дакшат нарсавуд уйлэсэ булет гэнасэл бляд дэйлэ 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 дэйя нарсэлэ чыкхолэ дэй ? чу чу дан по анан гаохcktэ sos мол RED seu пас Balow xif我們 слarea Bpex blood еба ате лап гэл дэй и осы без ханаг 53rмэн Я хороший канал, который выяснили, что лично выяснили, что лично выяснили. Да, да. Я искал, что у меня тоже стал говорить о том, что на канале я ставлю комментарии, поэтому я поделал комментарии с этим видео, и массе поднялись, они сразу все осталось, вот такой текст, чтобы послушаться, вами демонстрировали нам исходящим. Прямо так гайфовался, это все. Блин, что было. И прям видно, что он рукой это всё писал, старался, красиво, чётко, как будто он тебе в любви подняётся, как будто он тебе сейчас отсосёт такой в конце. Как ещё, если не затруднит, как сказать на узбекском? Более литературно, как это сказать? Не-не-не, ещё более литературно, как-то вот. Я так кайфовал, там, или вещь-то бог, да, конкретно, где-то да, хархль-бокла, да, короче. Ну вот эта тема вообще классная. Сейчас я открыл такой маленький свой каналчик, называется «Недовольный бочаря», он закрытый. Его барман? Да, ничего нельзя туда скопировать, ничего оттуда нельзя вытащить. Заебал в льдзу уже? Нет, не то, что это, просто хочу, чтобы чисто были свой узкий такой групп, чтобы чисто люди кайфовали там. И я тут туда чисто вот свою рожу отправляю в разных-разных абсолютно ситуациях, и чтобы люди, может быть, это смешно, не знаю, мне это вообще не смешно, может быть, кому-то это будет смешно, но это просто абсолютно нечего делать. У меня, да, у меня ещё был телеграм, у меня до сих пор есть телеграм-канал, куда я чисто свою музыку скидываю, я сижу, думаю, блин, как бы назвать этот телеграм-канал, чтобы я сразу мог его найти. А потом думаю, какие я песни слушаю. Думаю, ну, долбоёбский. Я говорю, долбоёбский, а скидывай. И всё, вот музычка. И там тоже чуть больше ста подписчиков, и когда я куда-то какую-то новую музыку кидаю, там такая музыка, вообще, один день ты в клубе, челись, второй день ты платишь, третий день ты, короче, робота танцуешь, короче, слушать эту музыку. То есть она вообще супер разнообразная. А по поводу образа, я забыл, что я хотел сказать. У вас были... У меня был образ, образ, когда когда-то не забыл, я не думаю, что я говорил. Я сейчас был пышком. — Ну да, конечно. Мат должен быть оправданный везде, что бы это ни было, даже если ты среди друзей своих стоишь, своим образом я просто хотел показать, как вы выглядите со стороны, когда вы употребляете эти слова. И в моём месседж моего телеграм-канала был в том, что вместо вот этих матерных слов вы можете использовать вот такие нормальные культурные слова. А это люди восприняли в прикол. — Наоборот, типа, на каблучке. — Да, то есть они забили хер на вот эту всю красивую, на всю эту красоту, то есть людям не интересна красота, людям подавай говно, вот надо им материться, вот на узбекском что-то матерное, разъёб, добро пожаловать, а там написано, ну и там. То есть это пиздец. — Поксер ТВ, да? — Да. — Да. — Ну, это сейчас, на данный момент, там прям таких крупных клиентов нету, но в основном выходят свои ребята. Допустим, вот у нас была интеграция с турфирмой, сейчас вот тоже мы отсняли другую интеграцию. И чисто те, кому по кайфу. Вот по кайфу вот. И в первую очередь туда люди приходят за качеством. — Качество картинки, как существует, как существует, как существует... — Да, там, таби, да? Всегда там, сухунм… — Ход, да, сухунммейдегенде, ход хайтосокюммейдегенде, кинодейам, сухунушкарьёёёк, кайсикэендана. Битта кинодейам. Муратура за автуроли баррады шоуны. — Ага, алу, шоуна хир хир келдейбоварды. — Сухунушкарь. — Боже польчаттеге. — Вы таки шутутыгэртеге акрар жаха, да? Получилось сразу. Да, у нас все были р家ы и постоянно оценивался. Мы получили сериалы. Хорошо, что мы получили хейт, много, это было. Но у нас есть важная внедренность. Стоит Россия. Мы получили свои деньги в блюдевую очередь. Мы получили деньги. Это рассказать о birthdays. Это может быть посылка? Вы говорите о таких середакторах? Балкин отдых контент топ-трупп, балкин уж он должен был. Да, конкурентоспособность именно в качестве контента и в задумках. Ну, задумку сделать, в принципе, ничего сложного нету. Спи, делай, и все, как все и делай. Салу узбечея лаэштердейн, да, 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 да. Да, ну, чем все... И сагарай леген, сагарай, из узбечея добусы. Да, уж на экспериментах корма, чем мы с оконыши, хотя бы кематер, которые там, хотя бы устые сигналы... Дорогие сигналы. Да, да. А вообще это... Да, это было вначале проеб, и мы потом смотрим на монтаже, и это выглядит хуйкино, и мы решили это оставить. Прикольно, да. Ну, да, это как бы стала фишка. Но изначально фишка Boxer TV была в том, что в оригинале на камеру актеры говорят строго на английском языке, и сверху русская озвучка. Вот сейчас мы хотим делать на узбекском языке и добавлять русские субсидеры. А я же заработал. Узбекский рынок, вот этот я не заработал. Да, мы хотим попробовать, но типа целей заработать нет вообще, как минимум у меня. Я хочу вот поднять именно качество контента. Не в плане того, что ты делаешь что-то там полезное, мебель, туда-сюда, а просто можно даже на iPhone чуть-чуть постараться, там, не знаю, аккуратнее снять, чтобы руки вот так... Мобилографов много, классно снимает. Но чтобы каждый день тебе мобилограф снимал классный контент, и чтобы ты его постоянно выпускал, это тяжело. Поэтому у нас тоже, ну, раз в неделю где-то, дай бог, будут выпускаться всякие какие-то ролики. Но это не будут скетчи. Это будут либо короткометражные фильмы, либо вот что-то такое масштабное. Это прям творчество такое. Да, но мы хотим вот, ну, естественно, продолжение второго сезона обязательно будет. Мы уже придумали синопсис. Ну, кто мы, я нихуя там ничего не понимаю. Я дал идею. Вот, ну, ребята поговорили, есть синопсис, я не знаю, что там будет дальше, но продолжение по-любому будет. Те же образы, те же персонажи. Будем, конечно же, больше углубляться именно в цензуру, но мы старались конкретных каких-то людей не задевать, а просто очевидные темы, которые, по сути, абсурдные, но они рядом с нами, и мы с этим ничего не можем поделать. Это есть, это рядом с нами, и это смешно кому-то. Ну, на самом деле, это вообще не смешно. Это вот фишка с Телеграм-каналом. Да, 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 да. Про инфа цыган, тот же Шотманаке. Все как бы все среди нас. Эгоизм дорожился, да, уровень просто. Да, история с аниматорами, про Дамасом, это даже все чистая правда. Вот история именно про аниматоров, это конкретно про меня. Я работал аниматором также, когда я преподавал танцы, да, я вот аниматором работал, кем я только не был. Ну, и Человек-паук, и... Бич-пакет вообще беззывая на него. Да, это тоже все. За халик-четюран, бич-пакет или... Это наша вот конкретная история. Вот мы реально вот доезжали очень далеко. Я вот с Кибрая ездил до Максимки, с Максимки на метро, и с метро... Ну, не Челандзар, а вообще в целом. Ну, вот история реальная. То есть мы работали вот с одним товарищем, он тоже был аниматором, но он начал копить, короче, деньги, и одно время прям купил себе Дамас, и начал быть и водителем, и аниматором. То есть ему начали платить больше. Это факт, это прям реально так и было. А вот кино-то, розовые очки не идти, или Челандзар пширокли, или днем посылок в городе, да, типа, просто узыть, что водитель керек в Унге, и типа там возникает, как будто все должны ему... Да, да, да. Мы как бы это повествование тоже туда запихнули, тем самым хотели, не знаю, опять-таки тот же самый банальный месседж. Это не просто так я это говорю. Нет, просто так я не знаю. Их country это, я, я мог бы podobить, то есть, написание Ramadan после месяца было тяжело, мне�ipple Giving, аниматор был, туэля да ухода танцев expensive, ракса-шоу, шоу, магазин для отжигания работы еще одна, рядбул там, энергетик, балобczy, шка xbala, �ай всем, липой фирма ли NIPE? Ну, торговый агент, Ду Гяма. И мне не нравилась эта работа. Мне вот прям в душе вот это прям вмогало все. Нахуй я здесь работаю, Ду Гяма? Нахуй мне ваши бабки идут. Психовал. А вот когда я возвращался в танцы и зарабатывал на танцах, блин, круто, я танцую. О, мне еще хватит. Творческие новоды, а? Да, но это однодневная фигня. Тебе сегодня заплатили, потом всю неделю ты сосешься, грубо говоря. Ну, это факт. Ну, здесь как плюсы, так и минусы. В стабильной работе ты стабильно, тебя ебут, стабильно тебе за это платят бабки, и стабильно ты в нервах. А в творческой работе, в творческой работе ты сделал свою работу, получил бабки, и все, иди кайфуй, бля. Ну, нету баланса. И я всю жизнь как бы думал, блядь, до каких пор я буду какой-то хуйней страдать? Нахуй я вот здесь работал, нахуй я вот здесь работал? Сейчас, на данный момент, это как бы мне все помогает. Допустим, я вот много лет работал в продажах, продавал, и сейчас как бы я являюсь менеджером по рекламе. Ну, я не продаю, как, блядь, Джордан Белфорд, покупайте, а ла-бла-бла-бла. Да, холодными продажами я не занимаюсь, но у меня есть примерное понимание, как предоставить человеку, так скажем, услугу, так, чтобы нам двоим было ок. Если там человек не хочет задорого, то, значит, у него нет рекламы. Вот, это так. Все просто. Ну, Мусалыч, он уже в звонок поступает, и по-первыхому его «Алло» я могу понять, он возьмет у нас рекламу или нет. Это вот очень просто работает. Если это «Добрый вечер», «Здравствуйте», то все, мы поработаем. Если это «Алло», то все. Да, но то, что пишут, да, там есть вместо «Ш-дабл-у», то все. Я тоже, да, этим занимался, в Телеграме тоже очень много. Да, да, да. А вдруг он интересуется твоей жизнью, в Телеграме «Алло» и «Алло» и «Алло» и «Алло» и «Алло». Ну, да, вот это «Алло» и 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 «Алло». Как бы, это не, но это все прикол. Ну, вот я живу 300-800 какой-то деревне, на, это все прикол, ну, мем, ну, сейчас мемы, ты же видел мемы, Вот я живу 300-800 какой-то день без синуса и косинуса. Я вот к этому вернусь. Ну, в общем, Торезе... В общем, легко задеть, оказывается. Про банки и синуса и косинуса мы не шутим. Я вас помню. Ну, в целом, да, я к тому, что, типа, если вот есть люди, которые смотрят и знают меня давно, они знают, с чего я вообще начинал. Что я делал до этого, блядь? Ну, входил в обычных шмотках, там, на челанзаре, вы могли меня встретить в какой-то конченной рубашке, в штанах, в туфлях, и вот с такой прической примерно, как у тебя. И вот здесь обязательно... Сука! Не, это я имею в виду короткая прическа. И уебанская. Да, нахуй! У меня был вот такой вот... Хотя бы сейчас это неизвестно, но будет родом, Марго. У меня, короче, был вот такой портфель, и там, короче, прайсы, там всякие хуйня. И меня очень часто видели ребята, которые до этого занимались танцами. И они такие в кепках, такие все. Йоу, поу, туда стой. Я говорю, чё, иди нахуй. Я работаю, брат. Не сыпь мне столь на рану. Вечером я переоденусь, пообщаемся. А они такие, йоу, там, мы сейчас на батл идём. Я говорю, да иди ты нахуй лучше, чё ты меня вымогаешь. Ну, это всё любя, конечно же, было. Но мне было обидно, понимаешь? Какого хуя я пашу, блядь, а он охуительно одетый. И кайплит. Да, а потом понимал, что просто он так любит одеваться. И он так вышел просто в магазин или на базар. И родители у него богатые. Вот и всё. Но, в целом, типа, всё, что я делал, это вот я даже на Маляке телефоны продавал. Ровно две недели я там работал, меня потом выпиздили. Без приколов, да. Чё, ты кем машинник чекал, гэнс? Не-не-не-не. Йоу, айна чекамагян, чё нам хайда орышки андерды? Да-да, нет. Кореке был такой? Нет, там было... Мы продавали определённую модель телефонов, и нас отправили, у нас было, ну, где-то порядка 10 человек, нас отправили по разным магазинам. Я попал в тот магазин, хозяин которого приходил в 12 часов дня. До этого витрина была закрыта. А я должен был быть на месте с 9 утра. Соот, эрталяп 9-дан, ищите болу, сотшим керей. Одам кел. Ага, тақы логика, униккеге кеса уз. Да, она көп көй, ян. Узын икедей, дейдёй? И, эрталяп 9-дан вақтады кел ардам, витрины елпы, одам келу, сотшим керей. И, супервайзерге телефон келу бет ардам, адам телефон келу бет ардамын, главный офис келу бет ардамын. Главный офис, ищел, дейдёй, таляп 9-дан, уж оттан телефону олып, соту олып, агар сутыге көйіп сотшим, уныса санге бонус боларды. Элләджі ел. Прикол в том, что униккеге ке че сотардым, пакай витрина закрыта. Витрина отшып ла, уж океям келу олып, через мене он айфоны только продавал, айфоны, саншунги. А я вообще не мог продавать, потому что витрины его, он уже здесь делает, я там нахуй находился, вообще не понимал. И типа он начал возникать, почему вот ты мимо кассы продаешь, я говорю, а хули, говорю, витрина закрыта, говорю, открой витрину с утра, там, не знаю, приедь, проснись, сука, пораньше. Он сам себе не доверяет. Короче, вот суть не в этом. Я продал вот за две недели где-то семь телефонов, и где-то около восьмидесяти долларов заработал. Это было 2014 год. Ну, нормально. И вот супервайзер узнал, и супервайзер был такой тоже своеобразный человек. Ну, Заль, ну, понимаешь, нам и так тяжело строить какие-либо отношения с этими товарищами. Ну, то, что ты продал, это хорошо. Ну, ты за это получил деньги, правильно? Я говорю, да, правильно. Ну, свободных витрин нет, ты понимаешь? Я говорю, и что мне делать? От веб ты, кейт, вайт он веб. Да-да-да. Я говорю, мне уходить или что? Что вот, я вот две недели отработал. Где моя зарплата до момента, вот хотя бы за две недели? Не по моей же вине вы меня увольняете, по вине вот этого чувака, потому что он закрывает витрину. А все остальные охуительно, они сразу сошлись со своими хозяевами вот этой витрины, и все четко было. Вот именно мне вот этот мужик попался, он еще такой вымогучий был. Я не знаю, как будто сука мой хозяин. Ебет тебя, блядь. Ну, я нормально одевался. Ну, типа, просто обычная одежда. Не было таких каких-то кепок там, что-то такое прям, чтобы прям нефер, вот такого не было. Я всегда вот знал, я уважал как бы взгляды других людей, поэтому всегда стараюсь одеваться как-то более-менее нейтрально, да? Там максимум, что не может понравиться человеку, этот цвет. Идела дал бы, пацан, нахуй серый кипят. Ну, тебя ебет, блядь. Ну, короче, это не в этом суть. В то время у меня, ну, бывшая девушка, она приносила мне обед. Приносит мне обед, он говорит, си мимо. Скотт, мы там таким будем, да? Ну, верно, верно? Блядь, пиздец. Скихуя, блядь, прям витрыназы не хочешь, да? Какая тебе хуй разница, да? Да-да, блядь. Мне вот эту ситуацию я взял вот в отрывок, в момент, если вы помните, однажды в Ташкенте, когда мы поймали такси в горах, я вот только сажусь в машину, а ке, что-то я говорю, а ке, а, перед тем, как сесть в такси, он останавливается, я говорю, а ке, отрасей был один? Он говорит, камера сану очерцан. Я потом сажусь и спрашиваю, а не, а ке? Потом сзади сидит чувак, я говорю, а ке, мам, кем? Типа, я только что сел в чужую машину. Типа, ебет, кто там сидит. Нахуй ты это спрашиваешь? И это часто очень встречается. То есть такие вопросы, ну, чуть-чуть неудобны, да, вот если так... Вот был момент тоже, мы были на съемках клипа одного очень знаменитого певца, ну, там были танцоры все, у меня в то время были дреды, вы можете меня представить с дредами? Я потом вам фотку скину, вы можете вот сюда вставить. Ну, это охуительно выглядело. За счет этих дредов меня брали во все клипы абсолютно. Мы проходили с танцорами, все танцоры не моей внешности, там были высокие, в основном чуваки, которые занимаются брейк-дансом, а это здоровые чуваки, то есть они в два раза больше меня и в два раза красивее, как минимум. Они там ухаживали за собой и так далее, а мне похуй было. Приходим, грубо говоря, на кастинг к певице, и ей, оказывается, нужны были только три танцора, а нас, ну, пятеро. Говорит, ну, вот этот вот по-любому и на меня показывает, и, наверное, вот этот вот этот. Мы такие, не, типа, чуваки, ну, типа, давайте либо мы все вместе снимаемся в клипе, либо никто. Такие, ну, тогда только ты мне показываешь. Я говорю, нет, тогда я один точно не буду. А потом другая ситуация. Выбирает другого пацана, и он хуй ложит на всех и идет сниматься. Жиза. Вот. И стоим на съемках, ну, треды у меня не были видны. Я вот надел панамку, очки, и у меня ухо, кстати, вот проколото. Я не гей, если что. Вот когда я вам объясню, смотрите сюда, объясняю. Если проколото именно левое ухо, это не относится к ЛГБТ и всякой херне. Левое ухо прокалывали пираты, если что, нахуй, блядь. Окей? Так, это факт. А вот правое, это вот означает, что это гей. Если оба уха, это еще нормально. А, да? Да. Вот прям, я не знаю, это нигде конкретно не написано, ничего такого нет. А, да, да, сигнал. Вот если ты погуглишь, я это не гуглил. Как бы это всеми известный факт. Ну, как бы во многих, ну, сейчас Нетфликс, Пэтли, все от этого гуня, это как бы все понятно. Там есть какие-то особенные обозначения, там на кармане какой-то платок вываливается, еще что-то такое. Хотя, ну, тяжело посмотреть на мужика и сказать, он, тебе так смешат геи? Геи, свяжитесь. Ну, в целом, ну, есть какие-то свои обозначательные черты, но именно вот, и черти тоже. Именно вот, когда левое ухо проколото, ну, окей, блядь, если бы я проколол, и вот такую, блядь, как у цыган, хуйню нафига, или что-то какое-то. Можно было понять. Прям, да, у меня была вот просто, просто гвоздик, блядь, и просто по кайфу мне было. И то, ну, так получилось, я проспорил, короче. Я проспорил, и вот мне... Стоп, 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 думай, ганага спорда витхузген, спорда витхузген, чем тешкен. Самый тупой спор, знаешь, какой? А? Дон-дон языки. Вай, блядь! Давай, блядь! Чапкала, онкрохты ищешьсяршка! Шунахар, рисковайся к гямымузыз? Ну, там, либо я ухо прокалываю, либо другой пацан пупок. А, уша вахты... Вай, блядь! Уша вахты моменты, где пиздец прикольный гурнём за кереды, а? Ну да, мне было прикольно. Вот мы вот часто в то время тустили у друзей, ну, одного чувака, дома собирались, и там всякие, ну, правда или действие, короче. Такая игра была, и вот это как-то переросло, и один говорит, там, короче, среди компашки была девчонка, которая вот занимается прокалыванием. У неё была с собой машинка. Нахуй ты её тогда принесла? Вот. И он говорит, у тебя духу не хватит, короче, ухо проколоть. Я говорю, блядь, давай, типа, наспор, короче, ну, самое элементарное, камень, ножницы, бумага. Если я проигрываю, то я себе ухо проколол. Если я выиграю, то ты себе пупок. Он такой, хуй с ним. Типа, ну, он бы проколол. Биталим и считалим. Биталим. С первого раза я сразу проебал. Я же говорю, я неудачник. Блядь, я нарисую такой хуйни. Я вообще не сказал, окей, ези, смело, блядь. Ну, а так, мне, купол, кабайткианда, карантин, в принципе, поддержка кордом, или наоборот, танец там кеткианис, як срогуларум цизге. Улеб курганас? Не, ма кеткианам, блядь, это для меня, именно после карантина, ну, вообще ничего не приносило. Ухшнашта, богиан, ёк. Я, ма, а то, богиан, хозыр, типа, более-менее, узызды, на ма кмиску, я не, более-менее, успешный, манды блядь, сторону узызды, вот. И карантин, Йорданберда, блядь, мяок, карантин бомагенда, хто ге кеткианбурарум? Не, 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 а гер кеткианам, да, было бы не так, как сейчас, потому что я бы там остался, и я бы там не зарабатывал бы столько, сколько сейчас. Ну, там стабильна зарплата, каждый месяц тебе платят, да, там прикольно то, что ты занимаешься тем, чем ты хочешь, но кто знает, может быть, я там начал бы делать какие-то движения, то есть там в Китае это просто миллиард возможностей, даже вот за три месяца я умудрился сделать движения, я там заказал такие шмотки, которых здесь физически ты не найдешь и не сошьешь, но это именно танцорам это все вкатывает, каких-то других мировых танцоров определенный какой-то свой мерч, ты это просто в Китае заказываешь, приводишь сюда, сверху дохуя ставишь, и все покупай, ну, в целом, Китай это, ну, страна возможностей, туда вот хотя бы поехать, посмотреть, месяца будет вам мало, чисто как в качестве, но Китай меня, вот, мое мировоззрение вот так вот нахер перевернуло, вот прям абсолютно другие люди, людям на тебя похуй, но в хорошем смысле, в очень хорошем смысле, если ты, допустим, если сравнивать Узбекистан, Россию и Китай, в Узбекистане на тебя похуй людям, но не так сильно, если что-то произойдет, они тебе помогут, они тебе протянут руку, но при этом, типа, занимайся своими делами, никого не трогай, и все, в России на тебя катастрофически похуй, просто кто ты, чё ты, зачем ты, и вот меня не трогай. Меня не заебывай, и всё, они такие много. Вот катастрофически похуй. А в Китае, допустим, ты можешь к любому китайцу подойти, заобщаться с ним, он с тобой будет общаться, ну, если ты знаешь китайский, конечно, если ты английский знаешь, то всё, ты ебёшь ему мозги просто, наоборот. Вот, и я подходил к китайцам, через переводчик общался, просил помощи туда-сюда, и я говорю, чувак, вот у нас был в парке, я работал в парке, общежитие, и рядом с общежитием был маленький такой магазинчик, который открывается с помощью приложения WeChat. Ты зашёл через приложение, дверь открылась, и она сразу снимает, то есть система понимает, кто зашёл в магазин, ты что-то берёшь, через кассу проводишь, он подсчитывает сумму, и пока ты не оплатишь, дверь обратно не откроется, так как у меня было, короче. Я набирал, и я стоял сначала у магазина, пас, подходил китаец, я говорю, привет, там, помоги туда-сюда, короче, он открывал, заходил со мной, я всё набирал, короче, ну, где-то на 30 юаней, короче, а у меня были строго 100 юаней, там самая большая купюра, это 100 юаней, я всё набирал, выходили из магазина, я им отдаю 100 юаней наличными, вот прям на, он такой, ну-ну-ну-ну-ну, я говорю, в смысле, переведи, он говорит, у меня нет сдачи, я говорю, ну, потом отдашь, но потом оставишь, и в итоге вот, где-то 5-6 китайцев я так кинул, серьезно? Ну, я так не хотел, честно, я не хотел, ну, а ещё, ещё такая фишка есть, у меня, я с собой взял очень много монет, там, 100 сумм, 500 сумм, 200 сумм, подходил к китайцам, говорю, вот, наша местная валюта, 100 сумм, он такой, о, cool, вот, на тебе 1 юань, 1 юань, это намного больше, чем в курсе. Ханчо, ханчо, 1 юань, 7 юаней, 1 доллар, это, ну, грубо говоря, такое, бешмин, учмин, латрофута, короче, станкс, верно, этот мир станкс, охуе, тангелбор, бизнес, хкизал, ну, я где-то так, вот, 40 юаней так набрал, блядь, да, ну, это чисто так, по фану, чисто проверить, насколько они коммуникабельны, просто, нам очень, карантин на этом, хозер, масалан, карантин, штака, я бор, что карантин буст берды, делик, вайнерлаге, и так далее, и вайнерлаге, еще буст танки, хозер, узгармаса, делик, масалан, Тимур, алихонов, кухшап, бошхача, стил гауткетмаса, буля-булды, кулиды дичата, но, при этом, куламяптеку, да, потому что, потому что, да, это как в телевидении, по-любому, в какое-то свое время, есть какая-то развлекательная передача, тебе что лучше, поугарать, или сидеть, думать, ну, тебе по-любому думать, но, вообще, в целом, нашим людям, проще относиться, к чему-то смешному, ну, это, ну, элементарно, возьмите тикток, что там залетает, говно, людям нравится говно, это, не, я не знаю, тебе по-любому, кинок соси, Да. 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 Да, да. Я полностью могу это сказать с уверенностью, потому что они пришли смотреть, они как минимум на вас подписались, им надо быть умным человеком. Нет, в целом, я вижу разницу, потому что у моих телеграмм-каналов подписчиков, кто-то работал в логистике, кто-то в IT-компании, кто-то своя фирма, кто-то на государственной работе работает. То есть, если ты сейчас возьмешь вот эту всю аудиторию, которую любят кораке или вот этих чингизов, и поставишь им наш сериал, они скажут, что за дерьмо, чувак. Вот этот акцент, который я делаю в своем образе, такого акцента вообще не существует. Кто-то берет на свой счет, именно такой, который я говорю, такого не существует. В Кашкадаре есть. Не-не-не, ты так думаешь, я проверял, я сверял, прежде чем этот акцент сделать, я сделал максимально такой нейтральный акцент, чтобы никто в свою сторону это не воспринял. То есть, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, это все собирательное. Потому что новый акцент придумать невозможно же. Это... Да, да, да. Я могу ману дать, понимаешь? Нет, чинг-дам. Мангер, бальки просто хулагангек, я ка, если я учу на кадр. Сам, Кашкадаре, дуас сам. Мангер, башку урта, он фаргонал, у фаргоналидуат. А, да, да, да. Микс, я лягу чунам, шаха. Да, 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 вот в этом-то и прикол, чтобы вот все воспринимали так, как им комфортно. Но каждый, опять-таки, воспринимает информацию так, как он хочет, а не чтобы за этим стоять. Интерпретация на чиномида. Это сатира, это самоирония, это просто, ну, не просто какие-то смехуёчки, чисто поугарать или показать, какие мы тупы. Нет, ни в коем случае. Показать просто то, что можно стать лучше, чем мы сейчас. Если немножко поработать над собой, если немножко посмотреть на себя со стороны. Не просто пойти в зеркало, попялиться, о, какой я красавчик, а реально сделать самоанализ. Что ты делаешь весь день, блядь, ну, просыпаешься утром, срёшь, дрочишь, молодец, я тоже, и что дальше? Дальше что? Ну, пиздуешь ты в свою работу, хорошо, ну, если она тебя бесит, нахуй ты там работаешь? Да, а куда мне идти в другое место работать? Ну, пока ты не найдёшь, пока ты не попробуешь, не узнаешь, чувак. Да, да, да. Настолько, знаете, простые, логичные вещи, которые... О, сон, да, да. Да, логичные, суперпростые, но при этом мы сидим и паримся над этим. Вот я тоже был в таком состоянии. У меня была апатия, депрессия, пятое-десятое. Это всё было как раз-таки после выхода фильма «Однажды в Ташкенте», я прям сел в депрессию, то есть фильм вышел, взорвал, хайп есть, роли какие-то предлагают, рекламных, куда-сюда, я снимаюсь, всё круто. Предлагают прям меня взять и продюсировать, то есть снимать вот это всё. Я как наивный лог в это всё верю, и потом это всё просто пропадает, и прикиньте моё состояние. Я просто сижу в съёмной квартире, за которую мы скидывались, но 100 баксов найти в течение 30 дней, это было, блядь, а где я их найду? Ну, да, тогда карантин, нигде не потанцуешь, нахуй ты никому не упал, блядь, школы все закрыты, что делать, не понимаешь. И благо я в то время в каких-то роликах чуть-чуть снимался, халтурил, где-то там подрабатывал, туда-сюда, ну, с горем пополам где-то находил, приходилось занимать, приходилось там, что-то, ну, нелегального я никогда в жизни ничего не делал. Нету боязней, а есть больше ответственность, потому что ты знаешь, что от твоего вот этого поступка пострадают другие люди. Батарбукет холшум. Конечно, ну, я не о себе думал, я думал о других людях, то, что я вот это сделал, от этого пострадают другие люди, нахуй это надо. Один раз во время вот карантина мой один друг, он очень хорошо шарит за спорт, и он очень любит футбол, и он вот во время карантина чем-то надо зарабатывать, он начал делать ставки, то есть он через телеграм-канал туда-сюда начал покупать какие-то аналитики, то есть это ставки здорового человека, то есть он знает, что вот возможно что-то выиграть, и денег нихуя нет. Я думал, он говорит, найди полтинник и приезжай ко мне, короче, он жил в городе, а я вот карантин. Кое-как я до него доехал, 50 тысяч нашёл, открыл карту, туда закинули, и потихонечку-потихонечку начали как бы, ну, не на казино и на всякой вот этой херне, а вот, ну, здоровый, потом мы всё проебаем. Вот так вот. Как всегда. Как всегда, да. Ставки — это плохо, ставки — это зло. Руки зачесались, что-то вот сидели. Как многие это делают. Но в целом, именно карантин на меня повлиял как-то гибридно. Знаешь, типа я очень плохо спал, я ложился спать в 12 часов дня, просыпался в 8 вечера и до утра там играл, что-то, ну, не развивался вообще. Я даже вот, ну, начал пропускать наши вот эти онлайн-тренировки, я вот хотел танцами заниматься, многие прокачались в карантине, а я наоборот. У меня режим сбился, я начал в игры играть, я начал деградировать. Потом я нашёл Антона Лапенко, начал его смотреть, он меня прям вдохновил, и я запрёк там старшего брата, у него был чуть лучше Android, чем у меня тогда. Он чуть-чуть качественнее снял, я это всё собрал, выложил в инсту и людям вкатило. И во время карантина я ещё один снял ролик про продукты. Типа я купил какие-то продукты, и там всё было, ну, этот ролик у меня есть в инсте, и я, когда хотел его опубликовать, я скинул некоторым чувакам, они говорят, лучше не публикуй. Типа тебя за это могут... Ну, там в то время было, типа, если ты смеёшься над карантинными мерами, да, то есть был этот момент, потом это уже всё прошло, я выложил, что-то как-то всем похуй вообще. Так мы, мэм, чё, по-квою, бурар, жу, бизада цензура маслашда, жу-да, переоценин, цензура бар, нас да, нас амзели бар, лэкин, у анча чукур-роаг ману да бар, да, ема, узн, проож, журналист, ка сағасы, чэгээм муча, ол, нэ, што, жу-да, те, па ке чик петез бур, унге чэ, сэзды тууста, тышмы куган, нарыцаля, факад рекламный контракт лэ, В этом плане, да, ну, как бы вообще те, кто вот шли против. Просто Айланы бюрюшкин, да, те, которые прям меня коронавирусом, которые прям провоцировали, то есть было, да, немножко за счет этого, типа, нахера мне эти проблемы? Ну, хайп ловишь и чего вот. Кто-то вот ловит один хайп, становится популярным и чуть-чуть-чуть делает, потом все сдувается. Почему? Потому что у него здесь нихуя нету, он не знает, что делать дальше. А кто-то грамотный, кто-то шел к этому всю жизнь, он готовит этот хайп, он этот хайп исполняет, потом он ловит этот хайп и идет очень далеко наверх. Канал Ноги обтись? Кажется, заблокировать он должен был. Вот одно время вот у меня прям вот накипело, та же ситуация, как и у вас, комментарии, в личку вам пишут, переходит на личности, слишком яханово вальша, да, как будто маулан урта ума. С кем-то я реально подружился и по сей день общаюсь, вот это как бы нормально адекватные люди были. А кто-то через чур узги яханово ваги, а кто-то вот думает, что я вот такой же какой-то припизнутый чувак с такими своими прибамбахами. Ну, в принципе, не ошибается, но все равно я сторонник того, чтобы у человека все равно было какое-то свое собственное пространство, да. Чувак, у меня есть свое пространство, вот какое-то дозволенное у тебя есть, остальное, ну, будь добрый, иди нахуй отсюда, ну, если мягко говорить. Очень много подходили, причем, ладно, материли там, пятое, десятое, это ладно, это окей, но уважения не было. Чел, блядь, я в два раза тебя старше ко мне, ну, прикинь, к тебе подходит пятилетний пацан, тебе же десять, да, по-моему? Ну, шучу, в два раза младше тебя подходит пацан и начинает тебя вот хуями крыть и на «ты», короче, называть. Ты как к этому отнесешься? Ты здесь, да, и тем более просто куча дозы и такой. А обидно то, что если ты его тронешь, все, съебался. Да, сразу переобувается. Вот мне вот бывало такое, вот в комментарии залетает какой-то чувак, я ему в личку пишу, что ты хуеешь. Ну, по сей день вот самые олды-олды, привет вам, чуваки, они мне по сей день пишут, спрашивают, что, как дела, почему удалил канал туда-сюда. Ну, мне кажется, он и жил свое, потому что изначально идея канала была в том, чтобы показать, как это звучит из ваших уст, и как это может, могло бы звучать намного приятнее. То есть это не высмеивание ни того, ни другого языка. Мне скидывали, мне скидывали подписчики. Просто пиздец, да, мы заходили в группе, мы заходили в видео, мы заходили в комментариях. Вы знаете, что донат, я просил чисто по приколу, не из-за того, что я нуждался, а просто, ну, хули не, подержите. Да, да, да. Хотите, ну, как будто я заходил. Так, хорошо. Яompah Howland, яAH, важно. Нет, это не. Здесь там программы шансов и донашь. Да, и как никто встал слов, это было устраивает? Да, это, bedeutet как, что когда я делал их на уровне, то Freedom zaj cuffут過來 и преподавливается надлregation. Сейчас люди задают franchise и оботит 소리, если недоступны. Например, shookしょ? Таки этим заменятable,��만 мужчины нет. Я humbled Spefrey. Из SMS и стяж называется. Да, меня не полезны. Ведь это conséquение со своей категора. Почтиisters так не сможете Вот это можно получить Класса, вот, да Нужно смотрят по каналу Мне кажется, что вода Вы понравились психколы Ты спрашиваешь, поэтому Я не знаю, как ты запрашиваешь Ну и ты знаешь, что ты делаешь Нет, но ты делаешь Самый главный ваш хатер Это самый главный ваш фанат Запомните Да, 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 конечно. А чё это им от друга? Так, конечно. С했습니다. Ну, человек будет хуять до тех пор, пока он не поймет, что он не прав. Если он на самом деле не прав. Я понимаю, если бы были какие-то конкретные аргументы. И вот я конкретно вот человека, если обидел, да, вот, оскорбил его, тогда базара нет. Ну, были пару раз тоже случаи, когда мне звонили или писали, типа, вот это видео удали. Я задавал вопрос, а почему? Намагаоучрташешамкери. Эй, маоутдаборагяма, а узинным, как он на интернете. Да. У Тик-Ток там, кем дур скачат халюб, мангеташаганда, увидев. Видно там вот юзернем, узинный Тик-Ток, тут трубки, кизелите просмотр. Я пытался ему объяснить, что он сам проебался, если он не понимает, окей, я удаляю и все, мне это мозгоебство не нужно. Многие могут сказать, открой свой канал, выкладывай других людей и поставь свой аккаунт, чтобы тебе писали. Я посмотрю, насколько тебе хватит. Просто открой свой канал, хотя бы подписчиков, попробуй их контролировать, чувак. Контроль, вот что мне больше всего не нравится. Я пытался, очень часто бывал срач, много раз ходили пацаны между собой, какие-то разборки устраивали, в итоге потом по пяти все давали, ой, извините. Ну, многие благодаря этому каналу подружились и, может быть, по сей день дружат, но были и прям конкретно галимые хейтеры, которые вот по сей день мне пишут какой-то… Ну, уже не пишут, конечно же, они в черном списке к хуям полетели, потому что, ну, я не люблю тратить время на бестолковых людей. Какой от тебя толк? Вот ты мне пишешь, мне, ну, нет такого, что мне неприятно или обидно. Я понимаю, что я ничего от него не возьму. Он может максимум кайфануть от того, что «О, я его, блядь, пиздец разъебал». Вот ему еще больнее от того, что он, сука, одну галочку видит и вообще в черный улетает, и все. Он может для себя какое-то, типа, что-то, какое-то чувство вызвать, типа, «Ага, меня в черный засунул, он засунул». Чувак, ты в черном, значит, ты пошел нахуй. Это не так работает. Автоматически. Значит, ты вообще мне неинтересен, ты вообще никто, ты вот, даже вот эта пыль мне видна, а ты даже не виден. Ну, это не к кому-то относится, но вообще в целом посвящается, как бы, тем ребятам, которые любят писать, ну, негативные комментарии. Ребят, от них толку никакого нету. Может быть, будет какое-то ваше внутреннее самоудовлетворение, эго. Может быть, вас в школе бьют девочки, но этим вы ничего не добьетесь. Ну, девочки, пусть вас дальше бьют. Вот это хорошо. Ну, база шнага контент лябуля деку, масалам, мысли хари поёке плюс ляям, негатив-то узы, позитив-комменты яну. Масалам, моргин-да. Моргин-да, мусор вичу. Да, да, да. Негатив-везады, но бу, уны позитивы. Да, бу, бу, тараптэян, ма, кушаламан, ма шнага комент ляны, ма, куруб, хсхаламан. Это можно понять. Но бывает такое, что они чересчур переходят. Вот когда переходите на личность, это уже ненормально. Да, если вы по факту, если это смешно, и то, что вы пишете негатив, это выглядит хотя бы смешно. Базара нет, чуваки, пишите, сколько вам влезет. Но будьте любезны, не задевайте личность, потому что этот контент не задел вашу личность, не задел личность ваших близких людей. Может быть, это задело какое-то ваше внутреннее эго, но это строго ваши проблемы. Это проблемы вот здесь вот у вас. С этим надо бороться только вам. Это не наши проблемы, то, что вы написали такой комментарий, то, что этот контент вам не понравился. Простите меня, джоноба олилара, блядь. Мы не для вас, сука, стараемся. Мы стараемся по кайфу. Из-за того, что у нас... Наши подписчики — это те, кто чувствует наш вайб. Это те, кому по кайфу то, что делаем мы. По сути, это работает так. Это не так, что подписался, чтобы его хуесосить и критматом. Нет, это так не работает. Это люди, с которыми у вас мышление одинаковое, взгляды на мир одинаковые. Хуя одинаковые. В целом, это как круг людей, которые могут собраться. Друзья, блядь. Подписчики — это надо переименовать. Семья. Не, семья — это сейчас, блядь, заедет лысый. Нахуй не надо. Что-то по типу, ну, одноклассники. Ну, что-то, вот, круг знакомых. Но при этом, когда ты слишком близко тоже к себе подносишь вот эту аудиторию, они начинают тебе лезть на шею. Вот из своего опыта, из опыта своей работы, да, я могу сказать, то, что ты, когда слишком близко начинаешь к себе подносить подписчиков, он завтра начинает про тебя пиздеться. Именно. Он начинает распускать про тебя такие слухи, ты потом слушаешь, да, ну, нахуй, серьезно? Ну, причем, такую залуп они начинают нести, типа, блядь, это вообще кринж. Уже, надо... Да, комментарии лау бар кейен, масрана, коментария, кірка, оруша ад, ты меняешь. Кей, меня, блашка, бургын, соот 2 дам, 3 дамын, телеграмм-а, телефон кулей абд, ма? Кей, очерп, кодем, еще нинь, кейн, телефон кулейсады, бляган, Телефон кулей абд, телеграмм-уал, вайфу-уал кулейдаган били? Я целып, кодем, калансав, яасб, ясб, иуэ, гурпы, Одна из причин, почему я вот закрыл, ну, я вначале убрал чат, потом уже, я не сразу все снес, я сначала вот удалил чат, потом все время, контент стоял-стоял, потом я полностью телеграм удалил, потому что изначальная идея была вот именно в вот этих фразочках, потом это переросло в что-то большее, там пик, самый пик, там было 8 тысяч подписчиков, по-моему. Но рекламу я продавал, ну, не так прям дорого, ну, и не дешево. Реклама шла, ну, чтобы я прям вот так вот, нет, такого не было. Типа, ну, на свои нужды, на карманные расходы хватало. Мне максимум донатили, там, где-то, если общий взять, где-то, ну, 700 тысяч. Ну, поэты, это нормальный таргаген прикол, да, ха-этихопки. Инстаграм, да? Я вот Тимур, да, зовут Камана. Немано. Что такое, кринч-видео такое, варагенст? А, изначально это Мано Кана назывался, да. Это вначале, да, открыл Тимур, потом, спустя время, из-за вот этого всего хейта, кто-то продал этот канал, инстаграм, и всё. Сейчас кто его ведёт, что его делают, неизвестно. Вот очень часто тоже, бывало, звонили, Ким Дамаму канал, Юабё туда-сюда, ну, я не знаю, как бы я за этим что-то не уследил. Ну, типа, моего отношения к этому инстаграму почти никого не было. Ну, максимум я Тимуру какой-то контент подкидывал, там, заливал, и всё. Ну, типа, это было такое время, хотели заработать на всём подряд. Типа, там тоже было нормальный подписчиков, и у него было нормальный подписчиков. Ну, типа, любые деньги, как бы, было норм. То есть, мы пытались, ну, мы выживали, как могли. Потому что именно вот этот пик вайнеров, вот тогда конкуренция была не такая сильная, но сейчас вот конкуренция. Сейчас уже даже вот вайнеры на всякие подразделы ушли. И кто-то там... Это хорошо, это и хорошо. Типа, кому что по кайфу, ну, это как телевизор включаешь, и много разных каналов. Кому что по кайфу, тот смотрит. Но я не знаю, почему так плохо относятся к вайнерам. Что они вам, блядь, сделали плохого? Они делают контент, они от этого кайфуют. Они вам дают настроение. У них миллионные просмотры. Они снимают прикольные темы. И у многих из них есть какой-то скрытый смысл в этом ванне. Если он есть, конечно же. Но есть, конечно же, вообще некоторые личности, которые перегибают палочку, которые вот чересчур делают кринж. Ну, этих тяжело назвать в целом вайнерами. И вообще, называть человека, который создает контент вайнером, это, ну, как бы уже некорректно. Потому что, ну, в целом, вы знаете, что такое вайн. Вайн – это вообще приложение, куда можно заливать только 6-секундное видео. Ну, у нас, да, вайнер. Блогер – это тоже ошибочное. Я не знаю, потому что он не ведет блог конкретно про что. Он создает юмористический контент. То есть его можно назвать автором юмористического контента. Вот. Но не блогер. Блогер – ну, тот, кто вот техноплов, допустим. Вот сидит на всякие вещи, делает обзоры, рассказывает. Он выбрал конкретно одно направление. Да, вот научпок, так скажем. Вот это можно, как бы, назвать блогером. Ну, блядь, не надо в меня камнями кидаться. Это мое субъективное, нахуй, мнение. Хорошо, блядь? Ну, в целом. Да, просто, да, вот, улана актеры деп, хабур, клин, блядь, ин, куб, вайнер деп, хама вайнер лана битті, нарсаге соліп, вайнер деп, таша вар мусыр дейдега лана кубчилеге, канағдар, тепароғ даражада деглік контент кілуучилеге, да, куб пулсарфлаб контент кілебтеде, канағдар, боле телефон милан, да, хуй пултоп кейдебтеде, келгіп, деп, кит 그러нния күтіп, тей, вайнер лана маң, маң, асаланн, комент деп, күрмаген маң, ай, талабы сүхуяль ле бұнах кәдепдіңгі тіген. Ну, конеч наүній. Они говорят, потому что у них жопа горит, вот и все. Да, 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 да. Но это выбор, да? Жопа горит в том плане, что здесь люди въебывают, они на это учатся, они на это тратят годы своей жизни, вкладывают в это. Ну, ты представь, да, вот всю жизнь ты ебашишь, работаешь, что-то делаешь, пытаешься, а здесь просто какой-то чувак там... Айфон-чабл. Да, 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 да. И все, блядь, миллионы. Обидно не будет разве? Конечно, будет обидно. Что-нибудь, что идет, что-нибудь, что пропадает все израиль. Ну, естественно, им обидно. Как бы я в этом плане их понимаю, но я стараюсь всегда оставаться как бы ко всем нейтральным. Ну, Funer-стаётся по-русски. Есть вот именно. Ваене, да, такой юмористический, жиза-видео-лайс, зо-р, четкий. Ну, я буду говорить, что, поэтому, ну, давай я думаю, что, с утрой, как бы вы говорите, Добро пожаловать в Казахстане. Вайнар. Там, блядь, Пиздец Доббайовский Видео. Либерализм Вайна Либерализм деген. Созы Созы Футбол ойны Койда бузыла Кызыл картины Кызыл картины Добро пожаловать в Казахстане. Испания Либерал Тим Испания Интересно Демократно Тим Эти Рост Либерал Типа Либерал Адамар Тим Может им заплатили? Кем Ум У кого много денег? Но они это утрировали, они же не прям смеялись над этим, что утрировали. Потому что, ну, поэтому, вот видишь, опять-таки, твое восприятие, ты к этому вот чересчур остро отнесся, это потому что ты привык к этому так относиться. А попробуй это пересмотреть еще раз, но чуть-чуть попроще. То есть, ну, да. Да, да, большко тараптан, хорап курием бунарси-то. Типа, ну, ку про именно хазл тараптамас слишком утрирыст холшнор, чунки бунарси бар. По факту, такое есть, когда вот анамагия бунуму ку маз, бунуму ку маз. Як потому что они, наоборот, кесатыб, ушаны курсатыб, чихмахшы бунарси-то. Типа, неконкретно про то, что ты говоришь. А может быть, наоборот, они хотели это обратную какую-то сторону показать. То есть не всегда же видео конкретно про то, что ты видишь и понимаешь. Может, в этом есть какой-то смысл. Может, я время зря теряю. Аудитория, если говорить о комментариях, то я думаю, что это очень важно. Какие-то комментарии нравятся, какие-то комментарии нравятся, какие-то комментарии нравятся. То, что люди и многие arrowub opposition говорят про это, теперь заб 겁니다. Я думаю, мы просто missile-эк Nobel Step is решена. Я думаю, что наши Brilliant Migz exterior просто лично глядя, бить хочется играть во время отím. И я думаю, вот реально, что я восприниму лично. Huanga футбол пробовал хорошо. Битый потurity. нахуй керей дейсон бу далбой бизым деген пасыл бор в виде это золя бэ коррин футбол паялся нама бу кузбекчилек и нахуй мамуген куршиум керэ узым иркелегин бор дейсон бу далбой бизым деген нарсакепчик мейдам машина шного к пасыл чжуне аман дама вот видишь ты вот так воспринимаешь он вот так воспринимаете я это воспринимаю просто как прикол а окей вот видите вот я к таким вещам стараясь сильно самая главная не поддаваться пропаганде вот и все вот ты поддался лох не в целом здесь как бы для чего они ну вообще они не сидят и специально не думают и не пишут вот мы сейчас вот это видео выпустим а потом люди изменится и стандарь не все это все нахуй вертили чувак им эта идея пришла не отсняли хуй положили что будет дальше вот именно вот именно может это именно подвязано как раз таки к этому то есть здесь же есть еще посыл в том что типа ну на все есть законы и закон равен для всех если так взять конституция для всех должна быть равна или ты нарушаешь конституцию нет правильно вот я в этом я как бы к этому и говорю то есть хамада вузыги и расширка на дургузы на хукла работ но может быть я посмотрю это видео и может быть что-то пойму но есть доля правды я без джон избор можно так сказать что иногда да некоторые из так скажем лидеров мнений немножко переборщивают через чур берут на себе вот недавно вот мне даже не обязательно называть немножко как бы ну переборщили это все понятно но в целом типа понимаешь это как азарт это ты входишь в азарт вот у меня было очень много раз в возможности прям стать медийной личностью тем же вайнером блогером так далее у меня есть огромное количество блогеров которым не ничьтесь будет искусств нет я не в этом плане чтобы прям миллион подписчиков там постоянно регулярный контент туда-сюда ну это изи типа у меня как бы есть все инструменты для этого просто я в этом немножко побыл и понял что это не мое типа я лучше буду там какие-то роли исполнять что-то такое делать вот там к вашим небольшим маленьким скромным подкастом ходить ну чисто узким кругом собираться чтобы было тепло и уютно и как бы делиться своим мнением тем кому это интересно и кто это воспримет так как ему нужно те может быть после этого видео ко мне начнут наконец-то нормально относиться все нормальные люди они так как как обычно как до этого да я только ради этого сюда пришел а так вы мне нахуй не я шучу но в целом спасибо конечно же что пригласили это но я на этом не заканчивали но сейчас на данный момент вот про рекламы как бы были вопросы прям во время съемок вот недавно мы сняли такой крупный проект прям во время съемок сидели клиенты и смотрели однажды в ташкенте и после однажды после того вот в конце съемок блин вы такой крутой чувак то есть видишь вот люди развитые и они понимают или да то что блин это образ это надо в него вжиться это надо сделать хотя я импровизирую вообще просто в большей части сценарий есть текст есть ну похуй ты знаешь там что делает давай короче ебаш и я просто ну какая то может быть есть визуальная кнопка внутри головы у меня просто переключается и все я начинаю как бы это все выкачет Но мы уже не разобрались с людьми. Мы не rompем друг друга, даже не разобрались. Да, каждый раз of далеко от человека. Да, я слушаю. Но в ходу-то я не рассказывал об этом, но я не надо быть в этом. Когда я был уделен, я попал мне от себя в парке, я не попал. Да, конечно. Ты не чувствуешь в этом, но я не чувствуешь себя с собой. Это важно. Я чувствую себя. Кстати, это было страшно. Это было страшно. Я больше всего не хочу, чтобы этот образ меня... Его ромасти к чему? Да, я не хочу этого. Я хочу другие роли какие-то играть. Я хочу оставаться личностью, чтобы меня знали не просто как актер, а как человек, который может показать какой-то месседж, что-то, какое-то повествование, что-то сделать, как к творческому человеку относились. Приходят актеры, допустим, к вам тоже на подкаст приходили актеры, делились. Я нигде не учился этому, ни актерскому, ни танцам, ничему этому. Этому меня научила жизнь, как говорят. Но это надо как бы принять и как бы все наимпровизацию. У меня нет никакого профессионального образования в этой сфере. Может быть, из-за этого как бы всем людям и залетает. То, что все органично смотрится, то, что как будто бы ты смотришь на какого-то своего знакомого или элементарно на себя. Может быть, из-за этого как бы он стал близок к людям, из-за того, что он может себе много позволить, из-за того, что он может где-то там поматериться, допустим, или где-то там повести себя, как непонятно кто. То это такой образ, так скажем, табу. То, чего не могут позволить себе многие люди, он себе позволяет. Вот в последнем нашем сериале он вообще разбогател. Да, разбогател он просто нахуйне, блядь. И как-то вот шустрый лихьян. Но это же есть в нас всех. Каждый из нас хочет разбогатеть с помощью хуйни. Хочет быстро разбогатеть. И чтобы прям это, ну, блядь, было безвозмездно и охуительно. Но, чуваки, это так не работает. Вам надо либо очень много людей наебывать, либо, не знаю, либо воровать. Ну, это, в принципе, одно и то же. Но пустых, ну, не пустых, а легких путей не бывает вообще. Ну, есть один легкий путь, но он вообще легкий. Ну, вам надо всего лишь родиться в богатой семье. Это самый легкий путь. Ну, вот, или... Обязательно. Обязательно надо учиться. Сто процентов. Ну, я не... Вот я, допустим, в институт поступал, но финансово я не потянул. Поэтому я не стал учиться. Вот два раза я поступал. Ну, как бы, кое-как там до этого, до контракта дотягивался. Ну, у меня так и так дома брат и сестра уже учились на контракте. А еще третий контракт я не стал мучить и просто начал работать. Ну, я думаю, что я не стал учиться. Что-то я не стал учиться и не стал учиться. Ну, у меня есть леология. Не-не-не. Это не в коем случае так не должно работать. Ну, бу... Бу-нарсада, хоть как-на-ха, определенный механизм не был. Да-да. Укшкере, укшкере. Правда, нет? Да, укшкере там, где тебе вот здесь вот подсказывают ухленькие вот. Просто похуй, да, типа. Финансовый технический. Но финансовый и финансовый в целом это как бы шутка. Я к тому, что типа, если ты конкретно этим увлекаешься, то есть много других вариантов. То есть, сейчас... Ну, дело не конкретно в Ютубе и вообще в каких-то курсах. Опять ты про свой курс. Но в целом, есть книги, есть сейчас очень классная штука, это нетворкинг. Допустим, я с помощью, только с помощью нетворкинга всего сейчас добился. Я никуда, ни у кого никакой курс никогда не покупал. Я никому не подходил и не говорил, блин, обратно, учи меня вот этому. Нет. Чисто общение, слушаешь, набираешь себе информацию и с этой информацией ходишь, это все у себя в голове прокручиваешь. Потом уже потихонечку начинаешь эту информацию проявлять в практике. Допустим, я работаю в... Если взять в общей сфере, я работаю в продажах. Я продаю услуги, я продаю рекламные контенты. И прежде чем что-то продать, я в первую очередь узнаю боль клиента. То, чему не хватает клиента. Вот, допустим, в основном у нас либо поднять бренд, узнавать, либо просто увеличить продажи. Все, я это узнаю. Исходя из этого, как бы я уже даю варианты и опции. То есть, нету такого там... У меня такого нету. Если бы было так же, если бы я чисто ради этого работал, я бы, наверное, на вертолете сейчас прилетел. Утрированно, конечно же, но... Я закончу мысль. И хочу сказать то, что... Не нужно работать в первую очередь ради денег. Нужно работать для себя. Потому что вы работаете над собой. Да, у нас есть работа. Иногда у нас есть рутинные работы. Но... 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 В основном, меня уволнили. Я был непунктуальным. Я опаздывал. Я не выполнил планы. Я был непунктуальным. Я опаздывал. Я не выполнил планы. Но... Не работает. Остальное количество направлений. Это. Нужно работать. Останавливать. Если сумма, я вам нападаю. Вот... Что-то и пунктуальное. Как получиться нулаждая или что-то из моего сока. Это неплохо. Так что, в основном, даже хихотеря был Definitely. Говорят на 100%. Если сможешь уйти на другой уровень. Продажу, тогда уже нормально. Но... просто начали докапываться до мелочей. Просто вот. Да, да, да. Грубо говоря, это так получилось, но сейчас это как бы даёт свои плоды. То есть, чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни делали, запомните, это может быть какой-то кусочек пазла, который у вас строится в голове. Я до сих пор себя не нашёл, я до сих пор не знаю, чем я буду заниматься, потому что завтра, грубо говоря, то, чем я занимаюсь, могут просто закрыть и всё, и нету заработка. И что мне делать дальше? Вот Маш Накаский, Утеркош, ну я могу пойти в какую-то компанию, не знаю, там, маркетологом или ещё что-нибудь такое. Менеджером по продажам я не буду никогда. Я вообще ненавижу вот эту вот профессию менеджера по продажам. Хотя сам этим занимаюсь, но у меня немножко другая сфера. То есть, люди ко мне обращаются чаще, а там тебе надо идти, втирать, туда-сюда, вот такой, вот это холодные продажи. Это чем я почти всю жизнь занимался, это вот то, что меня закололо. И то, что мне дало вот прям вот конкретную мотивацию, что в общем повествование очень простое. Прежде чем вникнуть и делать выводы о человеке, хотя бы вот столько найдите информацию, кто он, что он. Ну, спросите у кого-то, блядь, напишите ему в личку. Это у всех такое. Это у всех такое. Даже, например, Тимур Алейхуанов видео, хочешь, образы-то болеете? Любой, кем-то, если бы на видео, хочешь, образы-то болеете? Это моя вина. Потому что вот там уже собрался тот круг людей, который меня знает таким, какой я есть. Вот в чем прикол. Те, кто просто залетают, долбой, и отписываются. Ну, ради бога, иди. Ну, сейчас у меня в Инсте, это чисто моя своя страница, я не считаю себя ни блогером, ни вайнером, никем. Просто я по кайфу. Что-то какую-то хуйню придумаю, хоп, выложу, и все. Мне поебать, сколько там просмотров, но мне как бы это неинтересно, я не пытаюсь как-то на этом заработать еще что-то. Просто вот те, кто со мной уже очень давно вместе идут, они продолжают, смотрят, в целом это отчет про мою жизнь. Если кому-то интересно, я вот, допустим, машину купил, выложил там реакцию людей на мою машину. Я там жену с Новым годом поздравил, выложил на эту реакцию. Просто я показываю, вот как я живу, и все. Но у этого тоже есть как бы плохие тоже стороны. Фурбанковс, ну, я понимаю, завидуйте молча. Нет, но это нормально. Поэтому, если есть еще вопросы, если нет, то... тоже есть, если есть вопросы, то, если они есть вопросы, то, если они, то, 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 а ну смотри есть еще такая такая штука как зона комфорта допустим я вас вижу в первый раз и я себе не могу позволить чтобы сидеть и крыть вас хуями понимаете то есть мы не настолько близко своими знакомы чтобы я мог там хуй вам показать и так далее это нам надо еще немножко пообщаться здесь как бы меня останавливает мое воспитание я не могу сейчас этого позволить себе если бы мог я бы это давно сделал но из-за того что я пришел в незнакомую компанию я не хочу себя вот проявить каком-то хуёвом свете чтобы вот вы потом ходили думали а он оказывается на самом деле в своем кругу вот где наши друзья да иногда бывает я себя веду вот так вот чисто но это чисто юмора ради вот в жизни я супер спокойный пассивный максимально такой это мой прихожу я либо в плойку залипаю либо сплю либо там какой-то этот смотри на ю тубе какую-то херню смотрю я в жизни супер пассивный но если надо работать более я ебашу прям ебашу я заебываю у меня вот есть несколько людей которые со мной работать я вот пока они свою работу не доведут я их заебу прям по жесткому то что пока я не доведу работу до конца меня вот прям трясет я вот до пяти утра не буду спать я буду ждать пока сук он эту работу мне сдаст я вот в плане работы прям но если это не касается работы все я ленивец да так я очень очень тихо вот прям мне прям со школьных времен я стою с кем-то вообще чё которого гаупер чё ты так а я говорю я в рот ебал на тебе энергию трассу это у меня привычка ну говорить тихо спокойно почему я должен орать обязательно поставь камеру на место не это моя камера не обратите внимание да я шучу шучу прикалась ну он ему тоже заскучал заебался же на это наверно ваш ну в целом как бы вот так ну поэтому если как бы мы сблизимся я и пердеть буду перед вами не сомневайтесь в этом вонять будет жестко я тебе это обещаю рисковать ну не во время еды не на охот поэтому возрасте я себе такого не могу позволить вы можете думать что я там у нас у кого я абсолютно спокойно уравновешенные там взять и снизу я рыгнуть я конечно же не могу это свиньей чтобы такую кунию страдать ну я как бы пришел к вам в гости надо себя вести как вести как подобает ну вот этот круг я не знаю конкретно про кого ты говоришь может быть потом скажешь но исходя из тех людей я могу тебе сказать они говорят правду или нет но в целом это так да если какой-то определенный вот допустим с ребятами из боксера я нейтральный ну ну гибрид иногда там немножко ободомаса иногда я сам какой есть ну когда именно дело доходит до работы мы все вот серьезные все надо работать соберитесь ну это не меняет ничего я всю жизнь был одинаковый всю жизнь вот просто появился образ и вот когда люди вот более-менее это блять не я сам виноват я вот начал себя пиарить с этим образом и вот мне теперь с этим хотите жить но чтобы это все как-то вот вырулить разрулить надо делать какой-то другой контент надо это все как-то пробовать надо меня показывать какого-то другого света хотя мы начинали с образа вот этого гангстера нахуй я никому не упал ну я всегда в очках ну блять молодец и чего теперь это просто выглядит круто но никто этого не запоминает но были пару чуваков вот и же с боксера там гангстеры играл даже звали меня в этом образе в некоторых роликах сниматься но я отказывался потому что этот образ принадлежит конкретно боксеру потому что они его придумали и как бы в этом образе я почти сам не позволял что ну есть договоренность и все и тот же образ вот абудамас это как бы мы сами придумали но конкретно в этом образе я вот нигде не снимался вот каких-то ну в интеграциях его никуда и не возьмут это вообще трэш ну было пару раз но там был такой вот чуть-чуть что-то ближе к этому ну без мата без этого всего но такой шалака такого были такие пару раз ролики там я снимался но в основном я снимался как танцор именно вот такие рекламные ролики или клипы там я больше именно в своей профессиональной бывшей профессиональной деятельности я больше как танцор светился сейчас уже вот хочется именно с актерской стороны больше открыться и больше дать людям творчество чтобы они понимали что ну не просто какой-то долбоёп а охуительный долбой они как-то ну чтобы меня воспринимали как своего понимаете чтобы ну меня там не знаю позвали там не знаю на какие-то другие подкасты пообщались со мной как ну с личностью довольно хита передачи может быть на телевидении не пойду на и ну как бы хочется больше рассказать о себе ну я знаю что это подкаст максимум 3000 просмотров наберет но тоже охуительно будет ну тоже будет нормально для меня я вас не заряжаю тоже но в целом просто я вот пришел тоже на одну передачу чезаха там вообще хуйня просмотров там в комментах пишет такой на его позвали вообще ну выпуск был годный типа мы поржали классно все было но приходит там кто-то другой там все блядь ты хера просмотров хотя нам вообще не о чем он там я знаю там у нас схожая аудитория в этом плане я знаю я как бы давно вас слышал типа ну я вообще думал что этот канал ведут какие-то гниды если честно ну это чисто вот опять таки первое время первое время почему так потому что я смотрел контент и он был такой слишком знаете как будто бы вы провоцируете там как будто бы мне тоже скидывали вот смотри вот канал у тебя пиздит игру что они у меня пиздит что они сделали не так вот хотя бы х одну схожую ну там такой же контент я говорю это не означает что они меня что-то пиздит иди мозги свои собери долбайон но это 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 меня формат так да если так если я кого-то вдохновляю или может быть сегодня кого-то вдохновил я только рад чуваки я никому никогда в жизни никакого зла не желал я самый нейтральный самый спокойный человек самый можно сказать ну добрый это сложно сказать потому что я чуть-чуть бываю колючим иногда когда он приходит ко мне с какими-то хуевыми прозвами человек приходит с просьбой который выгодно только ему ну конечно же катится он к хуям собачьему естественно но если как бы он нормально объяснить ситуацию если как бы это действительно так то как бы окей есть место быть этому подумать но если просто так ну такие реально были чувак понимаешь ну раньше нет но сейчас как бы визуально как бы опять таки я сам виноват что это как бы на публику показываю ну начали как бы просить часто в долг ну при этом но я стараюсь максимально скромно себя вести показывать себя скромно там вот так вот ну как все инфо цыгане долларами не разбрасываются туда-сюда ну один ходит типа соседи там и так далее там я вот я один из тех людей которые вот дам в долг ту сумму с которой я готов попрощаться до 200-300 ради бога на 8 но у меня больше нахуй не занимает ну вот когда уже просит там там побольше сумму ну чувак ты в жизни таких денег даже в руках не держал в чем речь вообще ты меня ну уже понятно что он тебя хочет кинуть игры ты хочешь кинуть кидал и не по адресу очень часто вот я обжигался вот много раз я занимал и потом в итоге меня гнидой ставили типа какого хуя ты просишь блять у меня на деньги обратно ты чё мне не доверяешь что ли ну такой банальный конечно же случай но очень часто было такое после этого я сказал нет чуваки долг портит отношения да это стопроцентный есть так а а а а у . 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 Продолжение следует...